Сцены из кинематографа в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что автомобили марки Лада в Чебоксарах будут выписывать такие пируэты? Остановиться в сантиметре от человека, поменять колеса на ходу, прокатиться на капоте автомобиля на высокой скорости, развернуться ровно на 180 градусов. Все ни по чем команде экстремалов Тольятти Трюк. Все элементы они выполняют на автомобилях АвтоВАЗа. Я думаю, каждая машина так может. Не только Лада. Но Лада, конечно, очень хорошая машина. Я бы не сказал, что она очень доступная во всем. Поэтому она может все. И это все зависит в основном от водителей и профессионалов. А поколение помладше, которому удалось выбиться в первые ряды, оценили шоу «Высоко». Особенно им запомнилось выступление балерины «Пятерочки». Как крутились и дрифтовали. Как на «Пятерке» дрифтовали. Ну, дрифтовали вокруг. Ваши бурные аплодисменты! В перерывах, пока шла работа трюков, зрители могли познакомиться с новой «Ладой Грантой». Эксперты компании «Диалавто» презентовали модель, выполненную в кузове «Лифтбэк». Новинка воплощает в себе современные тенденции стиля, динамичный дизайн, функциональность и доступную цену. При этом сохраняет такой народный элемент, как вместительный багажник. Автомобиль подойдет более динамичным, активным людям, людям, которые хотят добиться чего-то в своей жизни нового. А технические характеристики, возможно, порадуют и участников команды «Тольятти Трюк». И вскоре, наряду с их калинами и приорами, появится «Лада Гранта Лифтбэк». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»